Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами о том, каким образом начинать распрыгиваться. У меня есть такая терминология «распрыгаться». Это означает, что для того, чтобы мы могли достичь большую какую-то свою цель, а в идеале, чтобы эта цель была не просто какая-то одна цель, а это все-таки была часть вашего качественного изменения жизни и перехода в другую реальность, на новое измерение, там, где у вас все начинает получаться так, как вы хотите, нам для этого всегда не хватает веры. Потому что в тот момент, когда ты живешь, и ничего хорошего в твоей жизни давно не происходит, и ты мало зарабатываешь, у тебя какие-то не те отношения, и ты все время недоволен, потому что ты живешь своей реальной жизнью, и твоя реальность такова, что ты все время, ну, как бы, плачевно все это выглядит, ты ничего не можешь с этим поделать, и ты постоянно пытаешься, да, там, мыслить позитивно, но ничего не получается, потому что есть реальность. И вот ты слышишь, слушаешь в очередной раз какую-то Олю Юрмилову или читаешь какую-то книжку и думаешь, ну, фак, ну, вообще, я ничего не могу поделать. У меня я за гряз, вот, увяз в череде счетов, в череде того, что мне все время нужно что-то или с детьми, или с работой. Вот ты не понимаешь, как вырваться из этого какого-то чертового колеса. Вы можете верить или нет, но я тоже была в этом колесе, и я не знаю, как я в него попала, и не поняла этого, потому что это как-то так происходит. Это происходит, когда ты начинаешь обращать больше внимания на реальность, и тебе кажется, что, ну, может быть, хватит заниматься фигней, но может быть нужно вернуться в реальность и посмотреть, вот, как, знаете, как учат, говорят, посмотреть на мир серьезно, вот так учат люди, которые ничего в жизни не добиваются. И я посмотрела на мир серьезно и стала чем больше на него смотреть, тем больше мой мир начал превращаться в суровую реальность. И это настолько вообще меня испугало, потому что мне показалось, что, знаете, меня эскалатор засосал просто за волосы, или лифт оставил меня на первом этаже, и я рванула, и я сейчас оставлюсь просто без скальпа. Это очень опасная вещь. Что с этим делать? Я могла бы вам сказать, что это непростой вопрос, но это непростой вопрос тогда, когда вы остаетесь один на один, и к вам не приходит никакая информация. Информация начинает приходить тогда, когда у вас внутри появляется этот вопрос, я так больше не хочу, что мне с этим делать? Вот если вы смотрите это видео, и у вас этот вопрос есть, значит, ваши мысли, ваша ретикулярно активирующая система, помните, я об этом рассказывала в одном из видео, она отреагировала, для вас это важно, вы действительно ищете выход. Так вот, послушайте меня. Когда мы с вами проецируемся, то есть мы притягиваем с вами то, о чем мы думаем, и чем больше мы думаем о реальности, о долгах, о проблемах и о том, как их решить, тем на удивление мы больше этого притягиваем. То есть наш рациональный ум, он включает только наше сознание, а наше сознание способно дать нам только то, в чем у него есть опыт. То есть оно действует в рамках нашего опыта, и оно очень рационально. Он говорит, так, давай посчитаем, сколько тебе надо зарабатывать. А вы понимаете, что вот у вас есть эта работа, у вас есть эта реальность, у вас есть вот эти деньги, и оно все несопоставимо. Вы не можете сложить кирпичики, и тогда должно быть подключено ваше подсознание. Почему? Потому что наше подсознание, мы уже с вами знаем, что это великая энергия. У нас с вами в головном мозге 10 миллиардов всяких клеток, представляете, 10 миллиардов. И безусловно, мы имеем с вами, мы с вами являемся частью Вселенной, мы с вами энергетичны, у нас есть энергия, наши все заряды, и мы с ней сопряжены. Но сопряжено с ним не наше сознание, а часть нашего подсознания. То есть наше подсознание имеет доступ вот ко всей Вселенной. А у Вселенной, как вы знаете, безграничные возможности. И для того, чтобы к нам пришло какое-то решение, как мы говорим, как в сказке, нам повезло, нам необходимо подключать наше подсознание, нам необходимо его с вами включать и задействовать, для того, чтобы оно могло работать. Так вот, что делать, когда совсем все плохо, столько всего наговорила, а что делать? Прежде всего, нам необходимо отключиться от реальности, как бы сложно это ни было, и начать упражнять свой мозг. Нам необходимо создать новую реальность хотя бы по частям. И если у вас есть долг, например, который вас стяготит, или вам нечего кушать, или вы не знаете, как выйти из какой-то финансовой истории, а, к сожалению, это наиболее такая глобальная часть у людей, или финансовая история, или личная история, вы вместо того, чтобы думать о том, где мне взять деньги, вы просто проецируете в своей голове другую картинку. Например, вы говорите, что ко мне приходит 10 тысяч долларов, или деньги приходят ко мне легко, или вам нужна какая-то конкретная сумма срочно решить ее. И ваша задача не просто сделать это в виде аффирмации, ваша задача начать упражнять себя хотя бы по 5-10 минут в день, когда вы отчаянно верите в это, проговариваете это, видите это, и чувствуете радость от того, что у вас это есть. Вы начинаете делать это упражнение. Что происходит в этот момент? В этот момент я уже говорила вам о том, что наш разум не воспринимает, где наша фантазия, где реальность, он не видит разницы, но он чувствует наши вибрации, а вибрации наши притягивают обстоятельства и ситуации, которые помогают еще больше тому, о чем мы думаем, притянуться нам и сбыться. Соответственно, вместо того, чтобы думать о долге, мы с вами думаем о деньгах, которые нам нужны, и мы думаем с вами об этом так радостно и так позитивно, чтобы наша вибрация менялась. Это очень важная штука. И, конечно же, в течение дня мы отрезаем от себя все мысли о наших долгах. Мы с вами себя ощущаем так, как люди говорят, что ты больной, так нельзя. Но мы продолжаем это делать. Вы увидите, что будет происходить. В следующий момент, если вы хотите перейти на финансовый уровень повыше, и вы ни хрена себе не можете позволить, это отвратительно, когда ты не можешь позволить тупо себе ничего. Ты хочешь купить себе какую-то новую шмотку, самую, блин, какую-то вообще, что-нибудь, чем-то себя порадовать, но у вас все уходит на вашу жизнь, быт, и вам катастрофически не хватает. Вот это история про распрыгаться. Тогда, когда вы, несмотря ни на что, находите себе то, что хоть как-то у вас на это хватает денег, и вы себе это покупаете. Причем покупаете себе это не отрывая от сердца с мыслями «я ненормальный», а покупаете это и страшно радуетесь. Пусть это будет футболка за 300 гривен, за 10 долларов, неважно, что-то, но вы этому страшно радуетесь. Вы прям радуетесь, вы прям благодарите, вы прям говорите, как офигенная эта жизнь. Вы вибрируете в этот момент, вибрируете, пищите, кричите, порадуйтесь этому действию. И скажите себе, что моя жизнь прекрасна, изобильна, я все могу себе позволить. Следующую неделю вы снова себе что-то покупаете, возможно, чуточку дороже, возможно, на таком же уровне. Вы увидите, что ваша финансовая картина начнет двигаться, вы увидите, что к вам начнут приходить деньги, возможно, именно на эту сумму, возможно, больше. Но ваша задача начать себя радовать. И эмоцию вот этой радости и изобилия, пусть с маленького, к себе приучать. Еще одно упражнение, если прям с деньгами совсем туго. Вы все время всему огорчаетесь, вы все время мечтаете о чем-то большом, в вашем понимании большом. Вот если бы я вот так вот, то тогда бы да, а это нет. И вы ничему не радуетесь маленькому. Вам необходимо раскачать свои вибрации успеха. Вы делаете очень простую вещь. Вы в конце вечера записываете для себя те вещи классные, которые вы сегодня сделали. Может быть, вы сегодня классно, вкусно приготовили еду. Может быть, вы сегодня прекрасно выглядели. Может быть, вы сегодня кому-то сделали комплимент. Может быть, вы сегодня сделали какую-то работу хорошо. Не важно. Вы сделали, может быть, какой-то шаг там. И вы пишете, что я сегодня молодец. Я сегодня с тобой горжусь. И пишите за что. И прописывайте это. И обязательно это читайте. Когда вы это читаете, вы должны не читать это, боже, что за фигня. Вы должны говорить, я молодец. Ваша задача разбудить в себе вибрацию успеха. Потому что успех большой приходит к маленькому успеху. Успех всегда приводит к успеху. И если вы думаете о том, что вы неудачник, если вы думаете о том, что у вас все мало и все плохо, вы притягиваете исключительно это. Вы всегда можете найти, за что себя похвалить. Вы всегда можете создать прецедент, за который вы можете себя похвалить. Помните, что любая большая победа, любые большие деньги, большие достижения, большая любовь всегда начинается с маленького. Зачастую в отношениях тоже самая большая и крепкая любовь наступает тогда, когда вы прошли вместе много этапов. Тогда, когда уходит страсть, но вы понимаете, что у вас классные, крепкие, достойные отношения. Вот что такое настоящее, что-то крепкое и стоящее. Поэтому попробуйте сделать эти практики. Посмотрите, что у вас получается. Ну и, конечно же, приходите ко мне на Рерайтер Жизни, где мы с вами создадим вашу новую реальность, где мы напишем книгу вашей жизни, где мы с вами очень много вещей пройдем, осознаем и поймем, как устроено наше мышление, какие ошибки мы допускаем и каким образом мы можем сами перепрограммировать свое сознание и сами управлять своим внешним миром через наш внутренний. Уверяю вас, это крайне интересно, это очень круто. И на сегодняшний день это лучший марафон, который вы могли бы пройти. Наш марафон дарят сестрам, подружкам, женам, мужьям, детям. Я очень этим горжусь. Я буду вас с нетерпением ждать. Новый поток наш стартует 1 числа. Присоединяйтесь. Также у нас есть еще пробная версия, которая сейчас стоит всего лишь 100 гривен, где вы можете попробовать и посмотреть, как это работает. Сделайте себе такой маленький подарочек, попробуйте что-то новое. И я вам могу точно сказать, что вы не разочаруетесь. Классного вам дня. Верьте в себя, вибрируйте на высоких частотах, привлекайте в свою жизнь успех, и вы удивитесь, насколько эта жизнь прекрасна, легка и как много в ней всего изобилия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!